Мы продолжаем работу на российско-китайском бизнес-форуме Ростки. И сейчас у нас в гостях Телья Ильгизовна Минулина, руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана и секретарь этого форума. Добрый день. И хотелось бы вас спросить, этот форум проходит второй раз. В чем отличие текущего мероприятия от прошлогоднего? Насколько оно изменилось? Нихау, как говорится. Добрый день. Хайрлик Эннер. Да, действительно, в этом году второй раз мы его проводим. В прошлом году тестовую площадку мы сделали. С первого года получили 57 регионов Российской Федерации, 14 провинций Китая приехало в том году, 7 тысяч человек. В этом году у нас уже почти 11 тысяч участников, там, ну, более 10 тысяч участников, значит, и уже 71 регион России. Ну, то есть практически вся страна, можно сказать, приезжает к нам на эту площадку. Значит, мы действительно движемся в правильном направлении. В этом году, вот если 14 провинций там было в прошлом году, в этом году 27 административно-территориальных, значит, автономные районы, там, ну, центры приехали сюда из Китая. В прошлый год одна правительственная делегация была у нас в тестовом режиме, Синьцзянь-Угурский автономный район. В этом году 6 правительственных делегаций направила китайская сторона. Мы получили, если в том году нас поддерживал только Сергей Викторович Лавров в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, в этом году мы уже получили поддержку в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики. И вот эти 6 правительственных делегаций тому свидетельствуют. Значит, они приехали не просто только правительственные делегации, они привезли с собой бизнес. И вот эти 277 конференций, которые мы провели по разным направлениям, и строительство недвижимости, нефтегазохимия, сельское хозяйство, значит, потом информационные технологии, образование, культура, спорт, туризм, таможня, арбитражное дело, значит, там, по праву, вот несколько связей интересных провели мы, молодежная, значит, политика, межвузовская, межмуниципальное, дошкольное взаимодействие, школьное взаимодействие, молодежные фестивали, вот эти все мероприятия, которые проходят в рамках форума, они сделаны с нашими партнерами, и мы видим в этом году, конечно, интерес больше. И поэтому у нас растет и состав участников, и представленность участников растет. В том году Российская Федерация представляла нас министр экономического развития, и в этом году уже заместитель председателя правительства Российской Федерации Новак представляет Российскую Федерацию. То есть мы видим, у нас статус растет, количество людей растет, ну и количество заключаемых соглашений, конечно, тоже растет. Если не секрет, какие соглашения уже были подписаны, и какие еще планируются в течение продолжения вот этого форума? Ну, пока вот промежуточно 15 соглашений уже подписаны на этой площадке, они тоже разнонаправленные. У нас есть соглашение, которое подписывало особо экономическую зону Алабуга, есть очень много деловые объединения между собой, потому что российских китайских разного рода союзов и китайских торговых палат, очень много их, честно говоря, деловые объединения, бизнес-объединения, они между собой начинают синергетический эффект отдавать, много сотрудничать, потому что многие компании сегодня находятся в режиме информационной тишины. Они не готовы, даже если они сотрудничают, они не готовы об этом рассказывать, громко может быть. Поэтому те соглашения, которые были подписаны, это, как я сказала, между деловыми объединениями, есть, конечно, по конкретным проектам, межвузовские, по линии сотрудничества, по молодежной линии соглашения тоже. И вот я считаю, что молодежь это хороший такой тоже мост, российско-китайская молодежь, это как раз очень хороший мостик для того, чтобы наши стратегические планы тоже совпадали. Мы здесь молодежный фестиваль проводим вместе с Казанским природным федеральным университетом. У нас сейчас обучается больше, чем 2600 студентов из Китая, большая часть из них на федеральном университете, но есть и другие вузы, в которых много китайцев участвуют в консерватории. Несколько сотен китайцев обучается. Вообще, вот этот молодежный культурный фестиваль, который федеральный университет организовал здесь на выставочном павильоне, тоже очень интересный. Это и возможность познакомиться с китайской культурой, с китайской каллиграфией, да, мы проводили турниры, войцы игры вот этой китайской отдельной, и мастер-классы много, и китайский деловой этикет, возможность познакомиться с их песнями, танцами, и свою культуру татарскую мы представили, ну и, конечно, русскую тоже. Ну и продолжая сравнение развития форума, хотелось бы задать такой вопрос. Какие основные результаты форума по итогам прошлого года были, и что уже есть сейчас, что ожидается? Ну, мы видим, что растет у нас институциональная среда. Допустим, за этот год у нас увеличилось количество китайских туристов, открылся прямой рейс Казань-Шанхай. Это очень серьезный, значит, шаг вперед для нас, прямое авиасообщение с Китаем. Потом, вот сейчас мы заканчиваем строительство визового центра китайского здесь уже, да, при Генеральном конференции Китайской Народной Республики, который тоже будет открыт в 2024 году. Это тоже очень серьезное достижение. Вот у нас начался хороший обмен и усилил сотрудничество и по линии образования, это с вузами, со школами. Вот это тоже есть результат. Сейчас у нас 8 правительственных соглашений с провинциями Китая подписанут Татарстана. Мы уже 9 соглашение готовим сейчас. Тоже хорошо. Вот сегодня вышли на новое соглашение в сфере туризма. Думаем, что тоже это нас хорошо продвинет. Нам нужно больше туроператоров привозить туда, значит, возить сюда из китайских туроператоров, да, потому что потенциал действительно в сфере туризма очень большой. Мы китайских туристов привлекаем, и это не только объекты ЮНЕСКО, как принято говорить, которые магнитом являются для туристов. Это еще и Дом музея Ленина, Ленина Кокушкина, они очень любят посещать эти объекты. Потом Федеральный университет парта Ленина сохранилась, памятники, да, у нас есть, им это очень нравится. Потом мы готовы с точки зрения, значит, рестораны у нас китайские, например, да, появились. Если 10 лет назад у нас их не было, то сейчас мы видим и кафе, и рестораны появляются китайские. То есть они чувствуют себя здесь комфортно, им наша культура тоже очень интересна, и потенциал в сфере туризма на самом деле очень большой. Вот, поэтому по итогам прошлого года мы видим рост интереса, и по итогам этого года я уверена, что после посещения председателя Китайской Народной Республики господина Сизимпина, Казани в рамках вот саммита главгосударства, да, РФ, председательства в БРИКСе, Казань была у нас на китайском телевидении каждый день, все дни, да, вот проведение саммита. И даже те, кто не знал о Республике Татарстан, потому что они Россию знают тоже не все хорошо. Некоторые, Москва, Петербург и вот Владивосток более-менее узнаваемая точка, да, сейчас мы там закрепились, и четко этот Татарстан появился на карте Китайской Народной Республики уже, она знает бизнес. Да, есть проблемы, есть вопросы логистики, есть вопросы валютных операций, есть разные другие вопросы, но без проблем в жизни уже неинтересно было бы, поэтому нам сейчас нужно создать очень хорошую такую вот платформу, когда мы друг друга узнаем, когда мы друг друга понимаем с точки зрения корпоративной культуры ведения бизнеса, и можем друг другу что-то предложить взаимополезное. Мы сейчас на этой стадии находимся, так глобально, если говорить, и я уверена, что бы 71 регион России к нам бы не приехали, если бы им тоже это не было интересно. Ну вот в рамках нашей выездной редакции мы обсуждали уже вопросы того, что представители китайского бизнеса готовы локализовывать в Татарстане и в России в целом, в частности, производство строительных материалов. Но хотелось бы пошире узнать у вас, насколько Китай готов инвестировать в какие-то предприятия, в бизнес внутри нашей страны. Они проявляют очень большой интерес сегодня, и это вопрос по оборудованию. Они сейчас в основном, те предложения, которые китайские компании к нам поступают, запросы от них, они на торговлю ориентированы, потому что они хотят сначала понять, насколько их товар здесь востребован, для того, чтобы уже начать производство здесь в Российской Федерации. Если этот товар будет действительно востребован, и будет большая воронка продаж здесь для них создаваться, конечно, они зайдут сюда. Они предлагали вот сегодня насосное оборудование, они предлагают интеллектуальные решения для сельского хозяйства, они предлагают сельхозтехнику, очень серьезную строительную технику предлагают, краны у них прекрасные, да, одни из лучших в мире сегодня, да. Поэтому, если мы раньше ориентировались на Канаду, то сегодня это вот как раз Китай. По многим, по станкостроению, если говорить, мы тоже во многом переходим, по робототехнике, да, они сегодня могут очень интересные решения предложить в этих отраслях. И нам надо вот по ним как раз и продвигаться, то есть плюс мы договорились о создании центра содействия китайских инвестиций в Казани. Это будет новый центр, который вот сейчас будет создаваться как раз. И график бизнес-миссии мы создали на следующий год, то есть чтобы это не только ростки, а круглый год у нас была бы, реально, работа проводилась по сюда, по организации этих бизнес-отраслевых мероприятий, по энергетике, по сельскому, по медицине, отдельно-отдельно. Мы возили бы сюда группы, и вот налажили этот процесс. Да, есть ли какие-то уже категории товаров или какие-то сферы бизнеса, где уже Китай, Татарстан и СССР представлены? Что уже сейчас сюда заводят? В каком направлении открываются производства? Ну, сейчас вот мы конкретно обсуждаем несколько проектов. Значит, целлюлозное производство, они прямо уже вот просчеты делают, значит, по автомобильным компонентам есть определенные сервисные центры. Сейчас, видите, очень много автомобилей заехало на рынок Китая, да, представленность высокая китайская автомобиль. И обслуживать же надо, сервисные центры нужны. Потом детали менять надо будет, правильно? Надо об этом сейчас думать. Потом предложение у них по локализации бурильного оборудования, по нефтехимической отрасли, значит, они предлагают. Ну, по нефтяной, по бурению конкретно предлагают оборудование. Тоже с ними сейчас ведем расчеты. Вот. Ну, то есть есть какие-то конкретные договоренности и проекты, которые мы просчитываем, предлагая им, значит, интересные условия. Я думаю, что просто какое-то время, наверное, пройдет, но мы с вами сегодня уже видим за 9 месяцев 2024 года у нас Китайская Народная Республика по товарообороту первое место занимает в Татарстане и среди других стран. То есть мы с Китаем очень много стали торговать. Раньше у нас Китай не было на первом месте, конечно. Сейчас уже есть. И мы импортируем оттуда тоже многие вещи, что-то экспортируем туда, потому что, конечно, купить оттуда намного проще, чем продать что-то туда, да, потому что со своим товаром выйти туда, на рынок, это целая история. Мы здесь отдельную сессию сделали про это на этой площадке, значит, посвященной именно выходу на рынок Китая, потому что экспансия наших предприятий для экономики тоже очень хорошо на самом деле. Но это патентование, регистрация предприятий, получение разного рода лицензии, таможенные оформления, там, то есть целый комплекс большого вопроса, юридического, финансового, правового характера, который нужно там решать. И есть компании, которые готовы помогать нашим предпринимателям в этом. И вот мы эти сессии тоже вместе делали с Опорой России, с Деловой России, с Торгово-промышленной палатой. Как раз проводили на этом форуме тоже вот эти вот сессии по выходу наших предприятий из России на китайский рынок. Но это если мы говорим про наше предприятие, что в первую очередь интересует татарстанский и российский бизнес в плане закупок у Китая, и что мы туда экспортируем? Ну сейчас, конечно, оборудование. Пока оборудование, потому что мы сегодня пока технологически не на том уровне, чтобы полностью заместиться западных игроков, полностью заместить. Где-то мы их заместили, это импортное замещение произошло, где-то пока нет. Поэтому там, где нет, ну это вот как раз ниша для того, чтобы китайцы могли здесь пока занимать это место, да, кооперироваться с нами. То, что мы туда поставляем, их очень интересует продовольственная наша продукция, очень интересует. Мы татарстанский, хозяйственный мощный регион. Они запросы делают по сухому молоку постоянно запросы делают. По зерну их интересует тоже. У них есть целый ряд запросов, которые они делают именно по продовольствию с нашей стороны. Ну, поставляли мы туда медицинскую технику. То есть это роботы-симуляторы. Вот работали, у нас есть казанский медикоинструментальный завод. Вот они тоже поставки туда делали. Вот Ацперпром работает в Китае у нас, значит, с алкогольной продукцией, там сборка есть. Вот, ну то есть ряд предприятий уже там работают. И вузы наши там работают, филиал, федеральный университет у нас есть. И, значит, Иннополисы филиал там у нас есть. То есть, как бы мы с ними тоже интегрируемся. Не только так, что мы все сюда, тут в Китай приглашаем, да. Мы и сами туда выходим, на эти рынки. Поэтому это все взаимовыгодный обмен. А самое главное, все это на благо нашего населения. От участников форума слышал такое мнение, что в скором времени китайский бизнес может зайти на российские маркетплейсы напрямую. То есть, не создавая в России компании, не находя здесь людей, которые будут регистрировать юрлицы, а напрямую торговать через наши маркетплейсы. Я вам так хочу сказать, что конкуренция, она рождает качество. Понимаете? Для потребителей основного. Вот я говорю, мы все это делаем для нашего населения. Для населения что нужно? Высокое качество по низкой цене. Как этого добиться? Но если это монополизированный рынок, или на нем 3-5 игроков, которые между собой договариваются, как это может происходить в какой-то развитии? Никак. Конкуренция, она движет, двигатель, понимаешь, рыночный двигатель. Поэтому здоровая конкуренция, естественно. Поэтому если мы говорим о том, что их товары появятся, и больше китайских товаров появится здесь, это и наши производители будут подстегивать в определенном смысле. Улучшать технологические цепочки, значит, логистические цепочки, улучшать процессы, быть ближе к клиенту, более клиентоориентированность, получать обратную связь от своих клиентов, улучшать свой продукт, понижать цену, снижать издержки и так далее. То есть работает это все по факту-то на наших людей. Поэтому это хорошо, что это неплохо? Нет, я наоборот хотел вообще вопрос не о том, задать, насколько это плохо или хорошо, а о том, насколько вообще это все соответствует действительности. Возможно. Я думаю, что это возможно, потому что у нас сейчас с учетом затруднения валютных платежей даже идет разговор о товарообмене. Идут эти разговоры о товарообмене, о схемах товарообмена, об электронных платформах товарообмена. Пока это все разговоры, но разговоры серьезные. И они тоже могут привести к таким вот последствиям, как появление, собственно, этих процессов товарообмена, ведущих к появлению новых игроков на рынке и новых товаров, которых здесь раньше не было. И вот еще уже говорили про автомобили, про то, что китайских автомобилей у нас действительно очень много, в том числе и электромобилей. И сейчас многие представители автосервисов говорят о том, что обучать российских специалистов обслуживать китайские автомобили дорого, потому что нужно отправлять их в Китай. Ведется ли в этом направлении какая-то работа? Ну, сейчас пока не мы работаем через дилеров. Очень много дилеров появилось у китайцев здесь, они среди местных игроков их набирают. И сейчас автопрома, тоже отдельная сессия была по автомобильной промышленности на этом форуме «Ростки», где обсуждали вопросы и сервисных центров, и замены автокомпонентов, и выхода Китая. И презентация «Танк-700» у нас была здесь отдельно, на «Канавто» делали ее, китайских автомобилей. Поэтому для того, чтобы этот продукт жил здесь, а он уже зашел на рынок России, в любом случае его нужно обслуживать. Как это сделать проще? Ну, не знаю. Обычно у нас компании, которые из Китая, по крайней мере, мы имеем такой опыт, они набирают здесь группу товарищей. Вот мы делали так с одной китайской компанией, 20 человек отправили туда, обучили их, а потом эти 20 вернулись сюда и обучали уже всех остальных по цепочке этому технологическому процессу. Да, один раз они свозили эту большую группу на обучение, вложились в это, можно сказать, инвестировали в это. Но зато получили потом качественно сервисное обслуживание продукта. Ну, вот так надо, мне кажется, по этой схеме и строить разговор. То есть обучать, а как по-другому? Ну, да. Даже мы с вами обучаемся. Вот мы что-то новое закупим, какой-то новый продукт, и оказывается, вот так нужную инструкцию прочитаешь, вот так нужно. Мы же тоже каждый раз учимся. И также здесь будут специалисты. Новый продукт на рынок выходит, все учимся, и потребители учатся, и обслуживающие сервисные коллеги тоже. Ну что ж, большое спасибо, что к нам сегодня пришли. У нас в гостях был от Илья Минулина. И пожелаю удачи в продолжении текущего форума и еще больших масштабов в следующем и в следующих годах. Большое спасибо. Очень много ваших китайских коллег-журналистов к нам приехало. И China Daily, и CCTV, крупные китайские корпорации, медиа-корпорации, которые тоже нашу работу освещают и в Китайской Народной Республике. Поэтому я надеюсь, что и по вашей линии тоже будут сотрудничать. Спасибо за разговор. Большое спасибо вам.